Беседа в комнате. Всего божественной милостью, Аче Бхактивиданты, с вами Прабхупады, 17 мая 1975 года, в Перте, Австралия. Но у этого есть некая система, которая не бьет этому упасть. Да, они это тоже признают, они говорят, что если бы не было такой системы, то это бы упало. Это означает, что это подчинено определенным условиям. А кто создает эти условия? Это означает, что в конечном итоге мы должны признать существование Бога. Например, они говорят, что Луна не сходится от биты, потому что Земля притягивает ее. Земля. Все это ложь. Но если мы скажем им, что нет закона кровитации, они скажут, то тогда почему, если вы бросаете мячик, то он падает? Он падает. Тяжелый. Поэтому он падает. Это все. Но это тяжесть. Они говорят, что это гравитация. Вы можете как угодно это назвать. Но если Кришна желает, чтобы мяч не упал, он не упадет. Например, есть множество планет. Они держатся на воздухе. Все эти планеты движутся только благодаря воздуху. Тяжелая земля, тяжелое облако движутся благодаря воздуху. Это вопрос управления воздухом, а не законом гравитации. Вся эта планетарная система во Вселенной вращается вокруг полярной звезды. Это закон гравитации. Это система движения воздуха. Благодаря воздуху это держится. Как, например, да, песчаная буря. Эти песчинки — это пыль, она в воздухе. Она держится там. Здесь не идет речь о гравитации. Это воздух. А кто управляет воздухом? Верховная личность. Как, например, в Дарвине эти автобусы, они летали в воздухе. Там был ураган в Рождество. Даже автобусы летали по воздуху. Это что, закон гравитации? Воздух. Разные движения воздуха. Если Кришна желает, просто благодаря этому воздуху весь этот город будет разрушен. Недавно столько деревьев упало на круг шетры. Все эти деревья и дома, они в течение получаса будут сметены, если придет ураган. Они суют нос в дела Бога. Они будут просто пытаться доказать, что Бога нет. Такова их попытка. Они говорят, что природа. Что такое природа? Природа — это инструмент, машина. Властью является Бог, Кришна. Так что я дал этому правильное определение. Люди четвертого класса, даже не третьего. Все люди четвертого класса — шудры. Шудры и ниже шудр. Из них состоит все население в настоящий момент. Определение человеку первого класса дается здесь. Шама Дама. Папа Шучин. Это человек первого класса. А они считают автомеханика человеком первого класса, поскольку он знает устройство машины, двигателя. Он человек первого класса. Но все это делают демоны. Машины или что-нибудь, какое-нибудь удивительное здание. Этим занимаются демоны. Время подошло. Вы хотели побрить голову. Мы уезжаем в 12.30. У нас есть два часа достаточно. Мир наполнен негодяями, людьми четвертого класса. Таково наше заключение. Это заключение Кришны. Человек не знает Бога. Он не лучше собаки. Он собака. Кто знает Бога? Есть столько ученых-философов. У них нет никаких представлений. И они рассуждают о философии секса, о гомосексуализме, о философии Фрейда, о теории Дарвина. Все это люди третьего и четвертого класса. Они контролируют. Сейчас они постепенно подходят к состоянию хаоса, к своим проблемам. И они занимают многих известных людей, больших людей, в том, как решить эти проблемы. Но почему вы создали эти проблемы прежде всего? Вы, люди третьего и четвертого класса, вы создали проблемы, и сейчас вы пытаетесь их решить. Это очередная проблема, поскольку вы те же люди четвертого класса. Как вы сможете найти решение? Вы создали проблемы. Тот, кто создает проблемы, может ли он их решить? Так что вы же люди четвертого класса. Как вы можете решить? Приведите людей первого класса, но их нет. Все негодяи, мошенники. Плохая ситуация, еще больше усугубляется. И все равно они заявляют, что мы молодцы. Они все негодяи. Они говорят, что лучший негодяй – это молодец. Об этом я и говорю. Большое животное и маленькое животное. Кошки и собаки прославляют одного льва. Лев тоже животное. Но они думают, о, лев. Но мы-то видим, что это тоже животное. Кошки с собаками думают, о, лев такой большой, такой сильный. Но человек понимает, что это тоже животное, большое животное. Разве не так? Скажите им. Кошки и собаки могут прославлять другое животное, тигра. А что, тигр – это что-то, помимо животного, он тоже животное. Когда я сказал, что мы воспитываем людей первого класса. Он спрашивал нас, да. А вы стали людьми первого класса? И что ты сказал? Я сказал, мы становимся, да. Мы посмотрим. Обрыв записи. Я получаю такую высокую зарплату. Я не человек первого класса, а этот человек первого класса.